Друзья, рада всех приветствовать на моем канале Свет Вышивки. Меня зовут Светлана. На календаре 12 января 2023 года. Сегодня в первой части видео вышивальной я представлю вам итоги ушедшего 2022 года. Это готовые, законченные работы. Кстати, у меня все вышивальные работы завершены были к концу года. Я не беру в счет любимую мелодию, для окончания которой мне потребовалось дополнительно 4 дня нового года. Эта картина большая и практически полностью на 99,7% была вышита все-таки в прошлом и частично в позапрошлом году. Всего на вышивку данной картины у меня ушло чуть больше года. Некоторые из работ уже оформлены и выполняют свои функции, украшают мой быт и создают нужную атмосферу для поднятия настроения. Кстати, именно из-за оформления Павлуши, ждала его возвращения с багетки, я так поздновато вышла с токами. Все уже отчитались, а я вот только созрела, да. Ну, еще же не март месяц, да, еще не все новогодние праздники отшумели. Я снимаю видео в канун Старого Нового Года. Кстати, друзья, мои вам поздравления и наилучшие пожелания. Да, напомню, Старый Новый Год – это праздник, который любят многие. Он тесно переплетается с церковными праздниками и народными традициями. Старый Новый Год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник возник тогда, когда оказалось, что юлианский календарь неточный, и Папа Римский Григорий XIII внедрил новый календарь, который впоследствии назвали Григорианским. Тогда Новый Год стал начинаться 1 января, а предыдущую дату этого праздника, 14 января, назвали Старым Новым Годом. Со временем Григорианский календарь принял весь мир, включая и нас. Это было сделано в 1918 году. Но Православная Церковь не согласилась на изменения, чтобы не нарушать традиции. Расхождение между юлианским и григорианским календарем составляет 13 дней. Это интересный, на мой взгляд, теме календарь было посвящено отдельное видео. Ссылку на него оставлю под этим видео. Так вот, ёлки, сосны, выполняющие роль ёлки и прочие пихты, по идее, должны быть ещё наряжены. Когда ёлка появляется в доме, вся его атмосфера наполняется трепетным ожиданием чуда и предвкушением зимней сказки. Интересно, что традиции украшать ёлку к зимним праздникам существуют в абсолютно разных уголках планеты. Почему именно ель стала символом Нового Года и Рождества? Чуть ли не во всём мире. Существует множество теорий происхождения традиций наряжать ёлку на зимние праздники. Поэтому история возникновения этого ритуала весьма запутанна и непонятна. Что же, попробуем сегодня разобраться. Так что вот этим лесным красавицам, друзья, и будет посвящена вторая традиционно-историческая часть видео. Да, друзья, наш светский клуб в 2023 году вновь распахнул нам свои двери, чтобы мы продолжали совершать экскурсы по страницам загадочных историй. А сейчас, друзья, о вышивке. Начну с работ, которые первыми финишировали в 2022 году. Кстати, в том же году они и стартовали. Это бесподобные, на мой взгляд, круги Клейтона, фирмы Херитаж. Схемы разработаны в размере 140 на 140 стежков. Все стежки для нас знакомы и привычны, кроме узкокрестика. О каждой представленной работе у меня есть отдельное, более подробное видео. Сейчас же хочется их всех просто вспомнить и, так сказать, перелистать, пересмотреть. Круги еще не оформлены, так как я хочу продолжить вышивать данную серию картин. И, конечно, я хочу, чтобы они все были оформлены в едином стиле. Сейчас перед вами первый круг, который я вышила, овечки зимой. Мы видим в отдалении ферму, расположившуюся неподалеку от Йоркшира. Там, в данный момент, Джеймс Хэрриот оказывает свою неоценимую помощь нуждающимся в ней четвероногим подопечным фермера. Ветряная мельница своим сюжетом напоминает мне милую Украину и Национальный музей под открытым небом Пирогова. Чистое голубое небо и поле, полное спелой золотой пшеницы, флаг Украины. Мельница, кормилица, там зерна превращаются в муку, из которой впоследствии будет выпечен вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой хлеб. Круг, на котором изображен храм, просто поразил меня, друзья, своей архитектурой. Построен он, как мы видим, в готическом стиле. На мой взгляд, это потрясающий архитектурный стиль. А как потрясающе, ярко и красочно смотрится дом с кустом гортензий. Разве можно пройти мимо такого сюжета? Я не смогла. Идем дальше. Так, друзья, на этом круге изображен уикенд у старинного аббатства Даунтон. Да, друзья, эта картина напомнила мне мой любимый сериал, который так и называется – «Аббатство Даунтон». Как во всех кругах Клейтона, зритель всегда в уютном, тенистом уголке находится. Вот мы с вами стоим под большим раскидистым деревом и следим за игрой. А вот, друзья, еще один интересный сюжет. «Аббатство Даунтон» – это знакомая многим из детства колонка, центр вселенной местных обывателей. Особенно мальчишек и девчонок в летнюю знойную пору. Тоже дорожка, домики, залитые солнцем, а зритель все так же в тени под раскидистым деревом. Тоже замечательный, теплый, яркий сюжет. А это, друзья, выходной день у реки на фоне ратуши. Мы видим солнечный, теплый денек. Мамочки, ничего не опасаясь, вывели на прогулку своих деток. Вот они. А кто-то за рекой по дорожке идет, выгуливает своего любимца. И заметьте, зритель по-прежнему находится в тени под раскидистым огромным деревом. Тоже вот такой замечательный, приятный сюжет. Идем дальше. А затем, друзья, появилась картина «Возвращение домой». Так я ее назвала. Потому что что может быть лучше? Знаете, невероятно радостно, когда люди возвращаются, живает город, вновь открываются магазины, аптеки. И дорогу уже не перейдешь в неположенном месте, да? И ты уже не наедине со светофором, а дорога наполнена машинами, в которых люди возвращаются и возвращаются. И ты им бесконечно рад, да? Вот увидела, друзья, этот сюжет, навеяла. И я его вышла. Надеюсь, что экран не засвечивает. Затем появилась вот эта прекрасная, сочная осень. Впечатлила невероятной, небывалой красоты небо. Яркое убранство деревьев и ослепительно белоснежные птицы, напоминающие собой обрывки старых афиш, возвестивших об окончании театрального сезона. И, наконец, пашня. Здесь мы видим окончание урожайного сезона и подготовку к следующим посевным. Друзья, потрясающие лошади. Помню, что они состоят из множества узкокрестиков. Очень, на мой взгляд, добрый и теплый сюжет. Вообще, все круги вышивались быстро, легко и с удовольствием. Каждая работа вызывала свои ассоциации, о которых я и делилась, друзья, с вами в моих видео. А теперь, друзья, позвольте представить вам Павлушу во всей красе, так сказать. Именно он финишировал следующим. Сейчас немножко хочу приблизить, чтобы вы могли рассмотреть. Оформление подбирало под стать его роскошному хвосту. Багет, как видите, имитирует повлушенные перья в бисере. Эта работа, друзья, выполнена на холсте. Вышивалась на руках в два прокола. Длинной, тонкой, остроконечной домашней иглой. После того, как сломались две иглы из набора, и мое терпение, мне пришлось иглы заменить своими. И дело пошло. Я бы даже сказала, полетело. И получился вот такой красавец. Большущий какой. Результатом подготовки к рождественским праздникам стали такие работы, как Святой Николай с детками. Вышивка по схеме из американского рождественского журнала. Обрамление имитирует окно в каменном доме, через которое мы с вами и наблюдаем за тем, как Святой Николай благословляет и одаривает подарками деток. Рамка блестит и переливается, как и канва, на которой сюжет вышит. Все ярко и по-праздничному. Затем появились Оливер в преддверии праздника. Это зимняя сцена 2. И елочная игрушка с девочками. Зимняя сцена. В сюжете эти от Стони Крик игрушку я покажу чуть позже. Оливера с сестрами, как видите, я оформила в готовую рамку серебристого цвета. Рамка, перекликаясь с заснеженной вдали деревенькой, скромно как бы отдаляется на второй план. И создается ощущение, что Оливер вот-вот шагнет к нам за ее пределы. Сюжет этот я вышивала на АИДе 18 каунта нитками ДМС по схеме в электронном приложении САГО. В работе задействовано 53 цвета. Друзья, держу немного, наклоняя эти картины, потому что и Святой Николай, и Оливер оформлены под стекло, так как неполная зашивка. И в стекле отражается подсветка, и ничего не видно. Поэтому, ну вот так пока. Ну и вот непосредственно зимняя сцена от Стони Крик. Девочки тоже готовятся к празднику. Оформлены они как елочная игрушка. И тоже выполняют свое предназначение. И, наконец, друзья, как вы уже все знаете, я закончила вышивать картину «Любимая мелодия». Схему для нее разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик» по картине великого итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги. Готовая работа имеет размер 57 на 80 с половиной сантиметров. В крестиках это составляет 241 тысячу 920. Да, я вышивала крестиком в два сложения нити на аиде 18 каунта. Результат, друзья, потрясающий, на мой взгляд. Картина получилась незасвеченной, живой, яркой и теплой. С отлично проработанными деталями. Друзья, как вы наверняка заметили, что мне нравится не просто любоваться картиной. Мне нравится получать от картины, получать позитивные эмоции, чтобы, глядя на картину, на лице невольно появлялась улыбка, чтобы вновь и вновь хотелось возвращаться к изображенной на ней героям, излучаемых нескончаемый поток добра, любви, взаимоуважения и радости жизни, которая затем сопровождает нас с вами на протяжении долгого времени. За все время вышивки и Джузеппе, и Анна, и Розочка всем нам полюбились, а значит, обязательно справиться с возложенными на них обязанностями относительно обеспечения зрителя добрым расположением духа. Для любителей математики, как всегда, озвучу результат цифров. За 2022 год мною вышито в итоге более 350 тысяч крестиков. По самым скромным подсчетам, более 3,5 тысяч метров нити ДМС. Да, было уложено на канву, не считая бэкстич. Канал, благодаря вашей поддержке и участию, перешагнул отметку в одну тысячу подписчиков. Светский клуб в прошедшем году совершил 34 путешествия по страницам загадок истории. Это и готические соборы, и загадки цивилизации Майя, и загадки драгоценных камней. Прикоснулись мы своими к тайне зачарованных городов, зеленых детей из Вулпита. Пробовали также разобраться, что стояло за охотой на ведьм, обладателей мистической силой. Интересовались, какой же была любовь наших предков, и что управляет нашей жизнью. Это, кстати, выпуск, посвященный, как я говорила выше, календарю. Гостями нашего клуба становились известные исторические личности. Иван Грозный, его жена, придобрая Анастасия, которая наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели. Его мать Елена Глинская. Также в наш клуб заглядывали и знаменитые пираты. А сколько прекрасных минут общения нам подарили Страдивари и Гварнери, Паганини. Не обделил нас своим вниманием и неповторимый, почетный профессор Кошмаров Иеронимус Босх. В нашем клубе мы встречались и с великим пророком Зороастром, и загадочным Леонардо да Винчи, и с вдохновенным пророком электричества Николой Тесла. Затем нас закружили знаменитые мистические истории. Мы оказывались в Гластенберийском аббатстве, где познакомились с капитаном Джоном Бартлетом, личностью незаурядной и загадочной, обладавшую спиритическими способностями. Дар капитана был поистине феноменальным. Он утверждал, что, погружаясь в транс, способен получать и фиксировать в письменном виде сведения из прошлых времен. Наблюдали, как человек оказался в сетях времени. Словно из ниоткуда появился человек, взбудораживший своим рассказом военные ведомства США и Великобритании. Прикоснулись на несколько минут к тайне окна в потусторонний мир. Создав зеркало, люди и не подозревали, что придумали один из самых загадочных в мире предметов. Половина ауры зеркала, которую имеют не только живые существа, но и все вещи, принадлежит нашему миру. А вторая – миру потустороннему. Зеркала породили множество мифов, сказок, легенд и, конечно, мистических историй. Интересовались мы с вами и возможностью оказаться в двух местах одновременно. Способность человека одновременно находиться в двух местах неоднократно использовалась в сюжетах известных фантастов. Однако истории известны случаи, когда такое происходило в действительности. Узнали, какое странное происшествие произошло во дворце Марии Антуанетты. А также перелистнули очередную страницу известных мистических историй, наполненных злыми шутками хроносов. Познакомились мы и с загадочной историей знаменитых призраков. Совершили незабываемую прогулку по средневековому городу. Да, друзья, немало мы с вами напутешествовали. Но я предлагаю не останавливаться. Так что, друзья, предлагаю традиционно, как всегда, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в очередное путешествие к хвойным. Новогодние приключения ёлки Откуда пошла традиция наряжать ёлку на Рождеству и Новый год? Самое время подумать о главном символе праздника – новогодней ёлки. Когда она появляется в доме, вся его атмосфера наполняется трепетным ожиданием чуда и предвкушением зимней сказки. Интересно, что традиция украшать ёлку зимним праздником существует в абсолютно разных уголках планеты. Почему именно ель стала символом Нового года и Рождества чуть ли не во всем мире? Существует множество теорий происхождения традиции наряжать ёлку на зимние праздники. Поэтому история возникновения этого ритуала весьма запутана и непонятна. Кратко никак не расскажешь. Кстати, новогодней ель считается именно в странах бывшего суцлагеря, а во всем мире она рождественская. Что же, попробуем разобраться. Древние верования. Много-много лет назад, когда человечество находилось в зародыше своего развития с самым примитивным укладом жизни, одним из предметов поклонения для людей было дерево. Его одухотворяли и наделяли высокодуховными свойствами. По ряду преданий с разными вариациями считалось, что деревья – это живые существа, в которых живут души наших близких, отошедшие в мир иной. Или же в ветках деревьев таятся духи, которые находят себе здесь комфортный приют. Так что украшать деревья еще в незапамятные времена люди начали для того, чтобы задобрить этих духом. Ведь они могут быть как благосклонны к еще живущим на земле, так и агрессивны. А в аспекте таких верований особая руль отводилась, конечно, вечнозеленным деревьям. Это же сродни какому-то чуду. Все увядает, а в елях, соснах, туях и так далее жизнь теплится и зимой, и летом. Так древние люди верили, что это происходит потому, что они выбраны солнцем, а оно, как источник тепла и жизни, главное в большинстве в большинстве языческих мифологий. Мифология славян предполагала веселье возе елового новогоднего символа, песни, пляски, игру на музыкальных инструментах. Таким образом, наши предки верили, что своим хорошим настроением разбудят богиню весны. Та, в свою очередь, должна была бы соблаговолить к людям и прислать на землю своего сына Света. На этом сложная цепочка событий не останавливалась. Свет, по преданиям, отправлялся в царство Деда Мороза, чтобы пробудить там жизнь и избавить землю от оков льда. А древние германцы, например, украшали свои дома ветками еловых деревьев в честь зимнего солнцестояния. По одной из версий, ярче и интенсивнее всего традиция наряжать елку на зимние праздники проявлялась в Германии, а оттуда уже и распространилась по всей Европе. Елка, установленная в естественном положении, в каком мы ее узнаем, вероятнее всего появилась уже в 16 веке. По крайней мере, первые документальные данные о елке, как о символе Рождества, принадлежат к этому столетию. Тогда уже христианство начало шагать по свету, привнося новые традиции и впитывая языческие ритуалы. Так сказать, прибрало к своим рукам и елку, сделав ее рождественской. Теория Древнего Рима Самые древние теории гласят, что истоки традиции украшать елку на зимние праздники находятся в истории Древнего Рима, который существовал с 1753 до 476 года дом нашей эры. Там было принято украшать еловыми жилища в честь бога земледелия Сатурна. Тогда они просто развешивали зеленые хвойные ветки по дому и украшали их свечами и какими-то блестящими безелушками. Это, наиболее вероятно, самые первые ели свисали с потолку и были призваны защищать обитель от злых духов. Позднее, в первом тысячелетии нашей эры, когда христианство уже возникло, но еще не было сильно распространено, римляне отмечали 25 декабря праздник Солнца. И хоть христианство уже активно распространялось по империи, Рождество еще не праздновали, потому как не было установлено точная дата явления Христа на свет. Правда, было известно, что произошло это зимой, поэтому праздник Солнца постепенно преобразовался в его день рождения. Так, параллельно с древнеримской теорией существует и германская. Хоть германские племена не так известны миру, как римская империя, но первые упоминания их цивилизации датируются уже первым тысячелетиям до нашей эры в труде Германии автора Тацита. А в восьмом-шестом веках до нашей эры они были вполне обособлены народностью, пусть и не имевшие официальной страны с названием Германия. Так вот, уже с этими временами связаны легенды о германской традиции украшать ель. Доподлинно точно и неизвестно, когда, но абсолютно точно, что еще в дохристианские времена в конце декабря у германцев существовал обычай празднования середины зимы. В подготовке к нему люди в своих домах ставили в воду веточки деревьев. Это могли быть фруктовые или черемуха. С особым трепетом к так называемому тогдашнему Новому году ждали цветения на этих веточках. Это был символ продолжения жизни в природе, несмотря на зимнее умирание. Зачастую доморощенные деревья и правда-таки радовали хозяев цветами и почками, но так происходило далеко не всегда. И, конечно же, это считалось плохим знаком неба. А ведь эти растения в доме зимой призваны-то вселять надежду на весну и спасать от зимнего холодного уныния. Так что постепенно фруктовые ветки начали заменять вечно зелеными и люди стали ставить в домах целые деревца, сосну, ель. Есть еще одна смелая версия появления традиции наряжать елку и она говорит, что зародился обычай именно в Украине и уже от нас попала в Западную Европу. Наши предки славяне древние язычники проживавшие на нынешней территории Польши и Украины по преданиям на праздник зимнего солнцестояния который потом преобразовался в Рождество создавали декор символизирующий семя и новую жизнь. Они верили что именно в эти зимние дни врата неба открываются чтобы послать на землю новую жизнь новые идеи новое добро новую судьбу и новую благодать. До сих пор сохранилось в мистическо-магических традициях наших святок. И в честь праздника наши прямые предки проводили волшебный ритуал с ёлкой сжигание дерева. Перед торжественным ритуалом дерево украшали в его огонь бросали семена яблоки орехи и монеты. Это символизировало просьбу благосклонности у богов. Зачем наряжают ёлку верующие? Есть и религиозные варианты происхождения рождественской символичности ёлки. По одной из легенд все земные деревья пришли поздравить божественного младенца в ночь его рождения с явлением на свет. А кто смог добраться до Иисуса первым? Те, кто рядом росли. Вифлеемские пальмы, потом буки, кипарисы, ивы, дубы и так далее. А вот самой последней пришла на поклонение маленькая ёлочка с севера. За пышным растительным окружением Христа скромную ель совсем не было видно. Но вдруг на неё прямиком с неба начали падать звёзды. Северная красавица, украшенная звёздным свечением, засверкала, засияла. Вот вам, например, и прекрасный вариант, как объяснить ребёнку появление ёлки на Новый год. Даже на происхождение в Германии традиции украшать ель на зимние праздники, у христианства свой взгляд. Одна из религиозных легенд связывает появление ёлки, как праздничного символа зимы в Германии со святым Бонифацием, её крестителем. В VIII веке он проводил на этих землях, так сказать, священную религиозную пропаганду. До христианства германцы поклонялись дубу, и во время одной из проповедей Бонифации захотел доказательным образом низвергнуть этот языческий символ, демонстративно срубив его. Дуб повалился, потащив за собой все окружающие его деревья, и на этом чистом пространстве выстояла только одна маленькая ёлочка. Бонифации в сердцах и провозгласил её деревом Христа. Вот и является ель с тех пор символом Рождества, и появляется к концу декабря в европейских домах. А есть ещё легенды у протестантов на эту тему. Они приписывают праздничной еле более позднее появление и связывают её с именем Мартина Лютера Кинга. В 16 веке он сделал религиозную революцию в Германии, борясь против папской политики канонической католической церкви и вошёл в историю как лидер реформации. Так вот, существует мнение, что он был одним из первых, кто поставил у себя дома нарядную ель в честь Рождества. Хоть этот обычай был по сути языческим и существовал задолго до него, Лютера можно смело назвать весомым популизатором ёлочной традиции в Европе. В чём заключалась причина таких его действий по отношению к нашей любимой ёлочке легенда не конкретизирует. Также существует легенда, которая связывает в истоке традиции украшать ель с иудейской ханукой, которую тоже празднуют в декабре в честь прославления чуда. На праздник зажигают светильник, который состоит из восьми свечей. Некоторые учёные утверждают ханука символичный прообраз нашего новогоднего дерева с призывом «Ёлочка, зажгись». Только в девятнадцатом веке можно сказать, что традиция наряжать ёлку расцвела в полной мере в мире. Тогда во всей Европе ёлка стала обязательным атрибутом рождественских и новогодних праздниц, хотя её торжественное шествие началось значительно раньше. В английской стороне ёлка впервые появилась в 1800 году при дворе короля Великобритании Георга Третьего с подачи его жены Шарлотты, уроженки Германии. Но официальным зачинателем этой традиции в Англии считается король Альберт, муж королевы Виктории, тоже германец по происхождению, потому что при Шарлотте ёлка стала мало кому известным декором для избранных аристократов. А вот Альберт начал внедрять традицию наряжать ёлку массы посредством личного примера в 40-х годах того же века. И в 1848 году в газете появилась фотография королевской семьи возле пышной рождественской ели. И уже за каких-то 10 лет все англичане, восхищенные примером своей королевской семьи, с удовольствием наряжали в домах праздничные зелёные деревья. К тому же ель стала сразу главным символом зимних весель. теперь все торжества проходили вокруг ёлки. Во Франции впервые установили рождественскую ель в 1807 году по приказу Наполеона I. Он узнал об этой традиции военных походов. А уже в 1837 году нарядная ель появилась во французском дворце Тюрери при дворе короля Луи Филиппа по приказу орлеанской герцогини врождённой германской принцессы Хелены фон Макленбург. Правда, королевские особы не сочли нужным украсить праздничное дерево свечами, поэтому оно не сияло и не было привлекательным для масс. Так что во Франции традиция приживалась долго и не очень оживлённо. Точно известно, что в 1817 ель появилась на официальных зимних праздниках в Венгрии, в 1820 году в Чехии, в 1829 в Скандинавии, а в 1840 у нас. во многих странах рождественская елка появилась благодаря Англии, потому что она активно развозила эту традицию по своим колониям, и только к концу 19-го рождественская традиция ели была завезена в США, и опять-таки благодаря германским иммигрантам. Немцы, живущие в Америке, просто стали украшать и устанавливать ели возле своих домов, не скупясь на свечи и подарки в качестве украшения деревьев. Так что это зрелище впечатляло их соседей, и они стремительно брали с них пример. Обычай разносился по американским семьям так стремительно, что буквально каждый желал себе такого яркого нарядного украшения к рождественским праздникам. Уже в 1848 году в Нью-Йорке даже появилась первая елочная ярмарка. Отсюда и пошел обычай нарядных новогодних базаров. Там же в 1882 году на елке впервые появились электрические свечи, то есть наши любимые гирлянды. Про то, где официально было установлено первое общественное ель на Рождество в Европе, ведутся жаркие споры. Германцы утверждают, что в Страсбургском кафедральном соборе 1539 год. На то даже есть доказательства Александра де Манта, знаменитого немецкого историка. Привить елку как символ зимних праздников пытался еще Петр Первый. Он привез елку со своего первого путешествия в Европу в конце 17 века. Тогда 20 декабря 1699 года в своем указе он ввел новый праздник Новый год. С 1 сентября праздник перенесли на 1 января. Там же указывалось украшать к этому дню жилища сосновых можжевелов и еловых ветвей европейских символов Рождества. Но тогда его насильственные навязчивые действия не ввели эту традицию народ. Так она венчала новогоднее убранство только в официальных зданиях. Народ же не спешил следовать такому декору, а вот хозяева различных злачных заведений активно начали украшать экстерьер свои здания еловыми деревьями. Видимо, для привлечения клиентов. И только в 19 веке пушистая красавица стала по-настоящему повсеместным народным символом Нового года. Тогда в 40-х годах первую публичную елку нарядили местные эмигранты из Германии. Тогда ее пышно украсили фруктами лентами, а увенчали большой звездой на макушке. По их примеру начали поступать городские жители, а потом еревенские. Так что к концу века практически в каждом доме стояла красивая рождественская ель. Почему начали встречать Новый год с юбкой в СССР? У коммунизма к праздничному хвойному дереву было свое особое отношение. Так в 20-е годы естественно Рождество, как и все религиозные обычаи, праздновать было запрещено. Вследствие категорического неприятия Лениным, христианства и тому подобное, в немилость попала и нарядная зимняя ель, а Дед Мороз приравнивался к врагам народа. Все это преподносилось пропагандой как злостные буржуйские традиции. Но ель весьма живучий символ праздника. Уже через 10 лет оказалось, что партии нужна волшебная зимняя сказка. Ведь зима, как ни крути, тяжелое депрессивное время, которое без мистики и огоньков, раскрашивающих обелезлую природу, трудно пережить даже во имя построения светлого коммунизма. Так советская власть решила реабилитировать нарядную елку, но уже убрав ее привязку к Рождеству. В новый культ было возведено празднование Нового Года. Теперь вечное зеленое дерево стало символом Нового Советского Года. Украшать елку разрешалось чем угодно, но только не буржуазно-религиозными символами. Так вифлеемская звезда на верхушке праздничного дерева была заменена на коммунистическую. И дело с концом. Иные символы страны, которые ставят другое дерево. Тем не менее существуют на этом земной шаре и страны, у которых символичным рождественско-новогодним растением являются не елова сосновые деревья. Например, во Вьетнаме на Новый год дарят друг другу цветущие веточки персика. На Кубе вместо елки украшают пинью или пальму. В Никарагуа дома декорируют кофейными деревьями. В Судане молодой поросль ореха. В Японии икибана из розы, бамбука, абрикоса, сливы и все-таки веточек сосны. Вот такая, друзья, лесная красавица, символ Рождества и Нового года. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотры. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Поздравляю всех с рождественскими праздниками и Новым годом. А на сегодня всё. Пока-пока. так же, пока-пока. Продолжение следует...